Диалог администрации и начальников домов начали с нововведений. С этого года вступили в силу изменения в законах, которые напрямую коснулись управляющих компаний и ТСЖ. Государство увеличило размер пени за долги по коммунальным платежам и обязало домоуправителей платить за ошибки. С 1 мая 16 года в случае оказания некачественных услуг или неверно очистленных кликанций, управляющие компании должны оплачивать штрафы в пользу пострадавших жителей. 50% от несправедливой очистленной суммы и 30% от стоимости некачественных указанных услуг. Большая часть встречи – обсуждение заснеженных дворов. Как известно, убирать придомовую территорию – обязанность управляющих компаний и ТСЖ. Административная комиссия отметила, треть проверенных организаций не справилась с сугробами, а это основная часть дворов в городе. Хотя особенно активные домовые комитеты чистили снег даже в метель. Я посчитала, когда сколько у нас человек работало, просто выходили. По очередности выходили. У нас более 30 человек, собственников, отработало. Безвозмездно просто выходили и чистили двор, помогали. Им большое спасибо. После снегопада сугробы появились и на крышах жилых домов, в козырьках и балконах. Убрать белые шапки необходимо, потому что упавший с такой высоты снежный ком может стоить чьей-то жизни. Отвечать за это тоже домкому. И вы несете за это уголовную ответственность. Уголовную ответственность за очистку крови. С вас будет спрос в коже строгий. Угрозу жизни жителей несут и решетки на площадках. В случае пожара они могут стать причиной гибели людей. За территорию общего пользования отвечают председатели ТСЖ и руководители управляющих компаний. Поэтому они вправе выписать нарушителю предписание. Если тот не согласен, самостоятельно избавиться от преграды. Никто не вправе, никто не в суде скажет, что вы не должны исполнять свои обязанности, которые вы получаете за работную плату. Как то содержание территории, общего домового содержания, имущество дома, за которое вы отчитываетесь и вы получаете за это деньги. Но очень редко попадаются жильцы, которые сразу же соглашаются с законом. Большинство просто игнорирует правила и продолжает жить как нравится. Отвечать за все домкому. Нарушители во всех домах это в первую очередь жильцы. И как их проконтролировать, обязательно нет процедуры. Как видите, у них не у пожарников, нет регламентов привлечения этих жильцов. Нет процедуры, как их привлечь. И даже штрафы, если привлечь штрафы, минимальные. Постепенно встреча переросла в дебаты. Сотрудники администрации и начальники домов обменялись мнениями и определили, какие вопросы следует уточнить. В следующий раз домкомы и работники управляющих компаний встретятся 5 февраля на семинаре. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс.